Кто такой Иисус, если мы умираем и воскресаем? Сегодня мы поговорим о том, кем будет Иисус для нас в грядущую тысячу лет. Конечно же, я не могу узнать, что ждет нас всех, но все же я буду там в той тысячу лет, что еще будет. Мы все сегодня с предвкушением приоткроем то будущее, что лежит перед нами. Не все так плохо и черно, как думают многие здесь. Евангелие, в конце концов, несет нам хорошие новости. Когда вы боитесь, то слушаете плохие новости, но если вы радостны, то вы стремитесь услышать что-то хорошее. Мы здесь все с вами слушаем хорошие новости, не так ли? Помните, мы с вами пытались все вместе расслабиться и понять, кто такой Иисус в самой первой части этого цикла. Я задавался вопросом, а существовал ли Иисус? Но на самом деле нам важно было узнать, воскресли Иисус. Если же это не так, то, как сказано в Библии, мы самые глупые и несчастные люди на земле. Но это не так. Апостол Павел говорил нам, Иисус воскрес, мы все вместе установили, что воскресение Иисуса подтвержденный исторический факт. Такой же достоверный факт, как и тот, что 11 сентября самолеты врезались в башни Близнецы. Но в 4021 году, когда мы с вами станем доисторическим фактом, то, что самолеты врезались в башни Близнецы, тоже поставят под сомнение. Но это также хорошо подтверждено документально, как и воскресение Иисуса Христа. Один лишь факт того, что все называют имя Иисуса в церкви, или же за ее пределами, в порыве удивления, злости, облегчения, или же молитве. О ком же еще мы вспоминаем почти каждый день из живших 2000 лет назад? Мы живем с вами в исторической эпохе, 2021 год после Христа. То есть Иисус — это та фигура в истории, на ком базируется весь год, все то, что мы делаем целый год. Поэтому вы не можете себе позволить совсем не иметь мнения об Иисусе Христе. Иисус воскрес, и мы с вами тоже целесно воскреснем. И так же верно, что люди умирают, так же верно и то, что люди воскресают. Поэтому мы крестимся, так как верим не только в духовное, но и в целесное воскрешение, потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. И мы заходим в воду и погружаемся в нее. Мы верим, что после смерти мы воскреснем и встанем из могил, прежде чем Иисус придет за нами. Во второй части я рассказал об Иисусе как тайне. И мы с вами пришли к выводу, что все существует в Иисусе, благодаря Ему и для Него. Все существует в этом мире благодаря Ему. Другими словами, как говорится в Библии, мы существуем и мы движемся в Иисусе. Он есть буквально во всем, что нас окружает. Это и есть та тайна поверхностно невидимая для нас, но если вы копнете глубже, то увидите все своими глазами. То есть, если мы живем и движемся в Иисусе, и Он есть все сущее, то мы в Нем, как рыба в воде. Рыбы живут в воде, они плавают, им хорошо в воде. И так же и мы, люди, не только христиане, но и все остальные живут, двигаются, существуют в Иисусе Христе. Но рыба понимает, что такое вода лишь тогда, когда ее выбросят на сушу. Если человек умрет без Иисуса, то он как рыба на сушу. Вот тогда ее жизни в изобилии приходит конец. У нас у всех разное представление о жизни в изобилии. Но я вам скажу, что здесь, на этой земле, мы дышим Его благодатью. И все живем в изобилии, но если вы умираете без Иисуса, то вы попадаете в мир, для которого вы не были созданы. В абсолютно чужой мир. Рыба создана, чтобы жить в воде. Человек же создан для того, чтобы жить в присутствии Бога. Рыба на суше бьется в агонии. Для этого мы не были созданы. Мы созданы для того, чтобы вечно процветать в экосистеме Бога. А это и есть Иисус Христос, Господь наш. А в Нем дышим мы, живем и существуем. Но загадка Иисуса не только в том, что мы живем в Нем, но тайна Иисуса не только в том, что мы живем в Нем, но и в том, что Иисус хочет быть и в нас. Иисус хочет стать единым целым с нами. Это было открыто нам в Библии. Другими словами, куда бы рыба ни поплыла, она всегда останется в воде, в своей среде обитания. И ничто не сможет изменить этого, потому что куда бы я ни пошел, Иисус пойдет со мною. Царство Божие стало моим окружением. Я живу в Нем с того самого момента, как я пригласил Его в свою жизнь. В Откровении есть такой текст в седьмом письме, повторяющийся несколько раз, «Имеющий уши дослышат». И в последнем письме Иисус говорит нам, «Видишь, я стою у дверей, я стучусь». И вопрос в том, что же случится, если мы откроем Ему? Тогда и произойдет та самая тайна. В разных главах Библии мы читаем, что мы родимся для Бога. И будет рожден новый человек после своей духовной смерти. Мы станем новыми людьми, новыми созданиями. Мы станем частью вечной, божественной семьи. Бог вечен, и нам дарует жизнь вечную. Мы освободимся от сил тьмы, от смерти. Мы перейдем из одного царствия в другое. В царстве Божие, в царстве вечной жизни — это еще одна причина для крещения. Крестившись, мы подтверждаем свою веру в то, что Иисус Христос вошел в нас, стал с нами единым целым, и наше воскресение для новой жизни. И после той тайны о новом рождении откроется нам новая тайна превращения. Иисус стучится не только в двери вашего сердца, но и в двери ваших мыслей, чувств, отношений, финансов. И везде, куда бы мы ни открыли Ему дверь, начнутся изменения, и мы станем совершенно другими людьми, не такими, как были раньше. В Библии сказано, что мы живем и ходим в этом мире, но мы не такие, как все остальные в этом мире. Мы думаем по-другому, мы чувствуем по-другому, и мы по-другому представляем себе свое будущее. У нас уже совершенно другие надежды. Перед нами лежит жизнь вечная и светлое будущее. И самый лучший день у нас еще впереди. Мы стали совершенно другими людьми. С нами происходят удивительные изменения. И еще один вопрос, которым мы часто задаемся. Что же случится после смерти? Умрем ли мы вообще? Вот в чем вопрос. Мы знаем, что сказано в Библии. А нас, если мы не умрем, то во мгновение ока будем превращены в новых людей с новыми телами. Это очень хорошая новость. Мы все этого хотим. Не умереть, а сразу же стать новыми людьми. В один момент, раз, и все. Но если мы все же умрем, что же тогда случится? Я бы сказал, тогда наше тело перестанет функционировать. Вообще. Мы — это не только наше тело. Можно отрубить мне руки и ноги, но я останусь тем же Питером. То есть мы — это не только наше тело. Настоящее Я сидит у меня внутри. То есть мое тело перестает существовать. Но я-то остаюсь. Если вам исполнится 55, как и мне, то вы поймете, что вы себя чувствуете так же, как и в 25 лет. Но зеркало вам показывает, что вам далеко не 20 уже, а может и всего лишь 20, как мне. Мы не есть наши тела. Настоящее Я — это наш Дух и наша Личность. Наш Дух соединяется с Иисусом, и мы становимся с Ним единым целом и частью Божественной Семьи. Наши тела можно сравнить с машинами, в которых мы ездим. Я не машина. Я лишь только водитель. Когда-нибудь эта машина выйдет из строя. Но я же нет. Я все еще существую. У меня есть жизнь вечная. Нам необходимо понять, что Иисус в нас. Не я, но Иисус в моем теле. Ведь мы с Ним — единое целое. Ничего не поменяется, если мы умрем. Мы лишь только выйдем из наших тел. Но я есть свет. Я останусь им. Ведь Иисус — свет во мне. А я — одно целое с Ним. Ничего не меняется. Иисус — это жизнь в изобилии. Я живу в изобилии. Даже когда я умру, у меня будет та же жизнь в изобилии. Ведь Иисус — это жизнь в изобилии. А я — одно целое с Ним. Поэтому ничего не изменится. В Библии сказано, что я сижу на троне рядом с Иисусом. И после смерти я тоже буду рядом с Ним на троне. Ничего не изменится. Единственное неприятное обстоятельство, что вы временно будете без своего тела. Никому не нравится. Но Бог вернет нам наши тела. Немного улучшенные версии. Мы все созданы, чтобы жить в теле, несмотря на то, что мы все можем пребывать и на небесах. Я живу вечно, потому что Иисус живет вечно во мне. Мы не говорим о смерти. Нам это неприятно. Ведь мы хотим слушать только о хорошем. А это и есть хорошая новость. Иисус не хочет, чтобы кто-то был потерян от первого и самого последнего библейского стиха. Во всех историях мы слышим это. Но кто хочет, тот найдет. Кто слышит, тот услышит. Придет и победит. И ему я открою дерево жизни. И он будет вместе со мной править в царстве. Это все воля Божия. Каждый человек, вступающий в его экосистему, остается жить там вечно. Если вы хотите, чтобы экосистема Бога, мира, любви и благодати всего того, чем является царствие Божие, почему же вы тогда думаете, что Бог хочет попрощаться с вами? Грустно думать об этом. Вы не сможете создать новый мир, не расставшись со старым. В какой-то момент вам нужно начать все сначала. И все это делает Иисус. Он начнет все сначала с теми, кто этого желает. А знаете, Откровение — это та книга, которая рассказывает нам о том, как навсегда искоренит царство тьмы на земле. И всех, кто выбирает тьму, а не свет. Ведь в новой жизни больше нет тьмы. То есть в этом мире вы существуете, а вы, Иисусе, живете в нем, как и все другие люди. Но если Иисуса нет вас, если вы никогда не признавали, что все, что вы есть, все, что вы видите, все, что вы имеете, это дар Отца Небесного, подарившего вам все это, вы Иисусе Христе. И вы никогда не благодарили Отца Небесного за Его благодать, за вашу жизнь, за то, кто вы есть, за все, что вокруг вас, за все, за надежду и за будущее, когда Иисуса нет внутри вас. Вы все же можете наслаждаться светом и жизнью в этом мире, но все, чем вы наслаждаетесь, ваши вечеринки, ваши праздники, ваши друзья — это все дары нашего Небесного Отца, делающего все это возможным. Оно все существует потому, что все может быть только в Иисусе Христе. Это все Он. Он вездесущий. Он свет и благодать этого мира. И мы, как рыбы в воде, находимся в благодати нашего Господа и Иисуса Христа. Но придет день, когда вам нужно решиться и лично принять Иисуса в свою жизнь и открыть перед Ним двери. Ведь когда вы покинете свое тело, то вы окажетесь за пределами этого мира, и вы будете за пределами Иисуса, за пределами Царствия Божьего. И тогда вы находитесь во тьме, потому что в вас нет света. А вот такой простой факт. И вы мертвы, потому что в вас нет жизни. И вы скованы властью смерти, так как вы никогда не воскресали, никогда не принимали Иисуса в свою жизнь. Иисус много раз говорил вам, что нужно для вечной жизни, но вы не хотели слушать Его. А вы хотите жить во тьме. Я здесь бессилен. Я никому не отказываю. Приходите все ко мне, и я дарую вам жизнь в Изавилии. Но приходите ко мне, чтобы получить ее. Придите, ешьте, пейте, и будьте частью Меня. Ведь однажды я все сделаю новым. Я уничтожу все старое. Жизнь после жизни существует. И она такова. Вы не возноситесь в рай. Мы есть в раю. Мы не пойдем в Царство Божие. Мы уже в нем. Вы не попадете во тьму. Вы уже в ней. Когда вы покинете свое тело, вы пойдете туда, где вы уже были. Мы не получаем жизнь вечную. Она уже есть в нас. У вас есть жизнь вечная, или же у вас нет ее. Все просто... Проблема в том, насколько я понял, прислушиваясь к людям вокруг, что верующие и неверующие думают, что их конечный пункт назначения — это небеса. И возникают картинки в голове, мультики, что на небесах мы будем сидеть на облаках и тому подобное, а в руках у нас будет арфа, и мы будем вечно петь в небесном хоре. А после игры мы пойдем вдоль золотой улицы к своему дому, украшенному бриллиантами. Так, но это все неправда. А плохие новости в том, что если вам не досталось места на облаках, то вы горите в аду, как Саддам Хусейн и Гитлер. Это плохие люди, и место им в аду. Но мы с вами хорошие люди. Мы не должны быть там. Я имею в виду, что ад для очень плохих людей. А мы же с вами хорошие. А где, собственно, ад? Но большинство из нас не привлекает. И церковный хор с арфами. Я, например, не могу играть, не петь, тоже не умею. Ну и сидеть на облаке, наверное. Очень скучно мне. То есть нам и то, и это неинтересно. И ад тоже плохая идея. И вот у нас новый план. Когда мы умираем, мы превращаемся в звезду, сияющую на небе. И мы радостно смотрим на всех, кто остался на земле. Есть в этом некая доля правды для нас, верующих. Ведь в нас есть свет. Наш свет горит вечно. Правда в том, что без Иисуса в нас нет света. И вы просто умираете. Но не так, как это себе представляют атеисты. Они говорят, что смерть... Есть смерть. Больше ничего нет. Они правы в том, что ничего нет. Вы умираете, но вы осознаете, что ничего нет. И это страшно. Нет магазинов. Нет вечеринок. Нет алкоголя. Ничего. Вы в царстве мертвых, как говорится в Библии. Во тьме. И вы в полном сознании. Так же, как сейчас, вы знаете, кто вы такой. И где вы. Это не изменится, когда вы покинете свое тело. Все останется. Точно так же. Только вы будете в пустоте, где ничего нет, и ничего не происходит. Одна лишь самая настоящая пустота. И вы ничего не можете. Вы за пределами Царствия Божьего. Только там есть жизнь, свет, изобилие. Вы прекрасно себе представляете, что ничего нет. Вы в сознании. Вам, несомненно, такая ситуация не покажется приятной. Быть в пустоте. Многие из нас тут переболели вирусом и пробовали 14 или даже 20 дней сидеть в карантине. Смотреть фильмы или же делать что-нибудь еще. Но в какой-то момент вам надоело сидеть в четырех стенах. И вот вам опять не повезло. Дети заболели. И вам еще можно посидеть 10 дней дополнительно. Поздравляю. Это несравнимо, конечно, с вечностью. Но мы, верующие, имеем жизнь вечную. Но мы есть свидетели. И останемся свидетелями той жизни, которая будет на земле. Если вы читали главу «Евреям», то вы знаете, что самих верующих совсем немного тех, кто не дожил до смерти, кто должен был умереть. Ной, Авраам, Сара, Давид, Гидеон и другие. С ними чего только не случалось. Некоторых даже бросали в клетку к льву. Они все перечислены в главе евреям. Там же сказано, люди, живущие на земле и верующие в Бога, не сдавайтесь. Продолжайте идти, потому что целое облако свидетелей. Авраам, Давид, Сара, Гидеон и другие. Вы можете назвать имена. Ваших прародителей, дедушек, бабушек смотрят на вас. Они говорят нам. Не сдавайтесь. Сделайте это. Измените мир. Постройте Царство Божие. Держитесь за свою веру. Победа близка. Тогда вы не попадете в пустоту после смерти. Вы увидите Библию своими глазами. Вы сами проживете все, что в ней описано. Целое облако свидетелей вокруг нас. И все кричат нам. Не сдавайтесь. Держитесь. Идите вперед, чтобы не произошло. И какими бы ни были обстоятельства. Будьте тверды и стойки. Они дошли до конца. И вы сможете. Третий вопрос. Что же будет, если мы воскреснем из мертвых? В этом вопросе и церковь делает ошибку. Они указывают нам на Евангелие. И спрашивают, где же мы проведем вечность? На небесах или же в аду? Я не там и не там. Я не знаю, где вы собираетесь провести вечность. Но я проведу вечность на обновленной земле. В Откровении сказано, что в конце времен небеса опустятся на землю. Земля и небо станут одним целым. То есть Земля станет тем же, что и небо. Есть только один способ это сделать. Убрать все, что является тьмой. Это трудное послание. Но это реальность. И наш Отец никогда не хочет оставить позади. Он говорит, вы живете, дышите и двигаетесь в Иисусе. все, чем вы наслаждаетесь, все, что вы имеете, вы имеете благодаря Иисусу. Но вы должны сказать это себе самому, прийти к этому и понять, произнеся. «Иисус, Отец, я вижу это, я прославляю тебя, я благодарю тебя, лишь ты один заботишься лучшим образом о нас. Ты благодать наша и жизнь вечная. Я с нетерпением жду того дня, когда небеса опустятся на землю. Я с нетерпением жду той тысячи лет, которая предшествует этому». В Библии сказано, что за эту тысячу лет человечеству суждено испытать немало прекрасного. Библия обещает нам, что мы будем жить и править на этой земле, как короли, как священники. Будем жить на земле вместе с Иисусом. Наступит день, когда царствие тьмы будет окончательно изгнанной с земли. И в тот момент опустится небо на землю. И мир станет совершенным. Совершенный мир, который мы стремимся создать. Но он трещит по всем швам. Но он наступит. Этот совершенный мир. А знаете, я думал о том, что многие из нас знают молитву «Отче наш». Но я понял, что вся сила этой молитвы намного больше. Действие ее идет гораздо дальше, чем я себе представлял до вчерашнего утра. «Отче наш, сущий на небесах, да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы произносим эту молитву и желаем увидеть исцеление в эту же минуту. Мы хотим изменений. Мы хотим увидеть, что нет больше бедности. И пусть небеса тронут землю. И об этом же эта молитва. Но я понимаю, что эта молитва идет гораздо дальше, чем молитва Иисусу на небесах. Пусть же земля будет равна небесам. Пусть же в последнюю тысячу лет это случится и придет тот день. Пусть же наша земля станет равна небесам. Давайте же помолимся. Отец наш, освободи нас от лихого и хлеб наш насущный. Дай нам сегодня Иисус молится о том, чтобы Отец исполнил волю Свою. Чтобы царствие и тьмы и все, что связано с ним, болезнь, слабость, страдания, навсегда исчезнет из этого мира. Заканчивает Иисус эту молитву символом веры, другими словами. Он говорит, что это точно случится. Он говорит, да пребудет царствие Твое. Да будет воля Твоя и благодать Твоя навеки. Это земля Отца нашего, и она останется навеки под Его властью, под Его волей, под Его благодатью. Мы с Вами, верующие, мы будем частью того, какой эта земля станет. Ведь мы дети Божьи, Сына Его. Это наше семейное дело. Как же скоро это все случится? ответ на это достаточно скоро. Как же это скоро, когда я говорю, я пойду к Отцу и скоро вернусь? Сколько я отсутствую, когда я что-то заказываю в интернете, что мне нужно очень срочно, то это или сегодня, или завтра, но не позднее, чем послезавтра. Последние слова Иисуса были об этом. Иисус самый верный свидетель. Он первый и последний. Он Альфа и Омега. Он и есть время. Он начало и конец. Он Альфа и Омега. Я тот, кто возвещает начало и конца. Иисус это верный свидетель. Я видел начало и конец. И Он описывает в Откровениях, что Он видел. Мы знаем все, что Иисус предсказал о Своей смерти и воскрешении. И мы видим, что все исполнилось. Если Иисус говорит, что Он скоро придет, то так оно и есть. Иисус был призван уже две тысячи лет. Да, так оно и есть. Иисус сказал, «Я скоро приду». Но перед этим Он произнес, «И все те, кто хочет, может прийти и испить из источника жизни». Все те, кто хочет. Он никого не исключает. Были ли вы рождены в церкви или нет? Неважно. Верите ли вы в Бога или не верите? Неважно. Иисус говорит, «Все те, кто хочет, Я не хочу никого потерять. Я для всех, кто пожелает. Но Я создам новые небеса и новую землю. Но на новой земле и в новых небесах будет лишь экосистема Бога. У вас есть такая возможность, у вас есть шанс. Это совсем не трудно. Всего лишь закройте глаза и скажите очень простые слова. Иисус, «Я всегда жил в тебе и всегда ходил в тебе. Все, что я вижу и все, что у меня есть, это только ты. Но сегодня я не только живу и хожу в тебе, но приглашаю тебя жить во мне и привести Царствие Божие внутрь меня, чтобы мне иметь жизнь не просто жизнь, но жизнь вечную. И если мы скажем это Иисусу, нашему Отцу, то Он это сделает. Сделает для нас. Аминь, друзья. Ну, а теперь давайте прославлять Его дружно и с радостным сердцем.